Ну что, представим, что мы на собеседовании. Мы встроили вам текстовый редактор в текстовый редактор, чтобы вы могли кодить, когда кодите. Функция должна стремиться к тому, чтобы не заниматься чем-то посторонним. Все равно неприятно отвечать на подобного рода вопросы, потому что, ну, это как... В одном из собеседований я прям понял, что я ни черта не знаю. Тут зависит от того, как пойдет разговор. Как ты понимаешь Solid? Была такая надстройка, которая, скажем так, притворялась все-таки некой строгой системой, да. То есть аутентификация — это логин, пароль. Аутентификация — это что ты можешь делать. И в конечном итоге сказали, что недостаточно компетентен. Привет! Это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT и не только. Ребят, для начала маленькая вставочка. Если сегодняшнее видео соберет достаточное количество лайков, ну, конечно же, большое, мы обязательно снимем про него продолжение. О чем будем сегодня говорить? Давайте начнем с того, что для каждого из нас в жизни поход на собеседование — это достаточно важный и сложный этап. Помимо того, что мы должны себя презентовать с хорошей стороны, умение в себе показать хорошего коммуникатора, так называемые soft skills, естественно, когда мы приходим и плавимся на позицию разработчика, мы должны показать свою hard часть, либо так называемые hard skills. Сегодня с нашим преподавателем и заодно с software-инженером из компании BPU Mobile Дмитрием Амельченко мы поговорим о следующем. Какие вопросы на собеседовании по направлению Python вы можете встретить? А также я обязательно у него спрошу, какие вопросы сам он задает, когда к нему приходят ребята. Обязательно смотрите. В этом ролике мы дадим подробные ответы на многие вопросы. Что? Здравствуй, Дим. Привет. Ну что, представим, что мы на собеседовании. Для меня неловкий момент. Никогда не задавал технические вопросы, будучи не этих норем. Поэтому я надеюсь на твою компетенцию, на твою сознательность, на твою правдивость. Я тоже на них надеюсь. Начнем? Поехали. Хорошо. Вопрос номер один. Какие есть низкоуровневые языки программирования и почему они так называются? Ну, самый низкоуровневый язык программирования, который знаю, это Assembler. Почему он низкоуровневый? Потому что, скажем так, он работает напрямую с железом, с памятью, с процессором. То есть регистры процессора определяется, что в каком порядке там будет выполняться. Ну, то есть максимально быстро, максимально приближено к железу. Тогда какие есть высокоуровневые языки программирования и почему они так называются? Ну, мой любимый Python высокоуровневый, там Ruby on Rise есть, JavaScript высокоуровневый. Ну, здесь работа уже идет не с какими-то железками, грубо говоря, даже не с цифрами как таковыми, а с какими-то абстракциями. То есть у нас есть уже такие термины, как модели, объекты, классы. И мы, собственно, не задумываемся, а что же там внутри, как это работает на наших процессорах. То есть это уже высокоуровневый язык программирования. Ну, еще можно, скажем так, есть C++, который, можно сказать, язык среднего уровня, потому что он объединяет и одну концепцию, и вторую концепцию. А C++ будет относиться к низкоуровневым? C++ это все-таки низкоуровневые, то есть там какие-то высокоуровневые вещи, ну, там максимум это есть такой тип данных, структура. Но мы там четко знаем, что нам нужно тип данных указать, как с ним работать. Соответственно, в высокоуровневых языках это обычно все динамически происходит. Что такое машинный код? Ну, это, собственно, то, что получается на выходе после компилирования, компиляции, соответственно, приложений. То, что загружается там в память, то, с чем работает процессор и так далее. Ну, грубо говоря, нолики, единички, как-то так. То есть это, соответственно, наша скомпилированная программа. А что такое команды? Можно назвать это некая строка, которая там интерпретируется операционной системой, разделяется на составные части и что-то там запускается, выполняется. Это может быть там, скорее всего, это имя программы, какие-то параметры для запуска этой программы. Ну, грубо говоря, набор этих данных можно называть командой. Ты еще жив? Да. Я здесь. Продолжаем. Продолжаем. Кстати, сколько, в принципе, может задаваться вопросов в ходе технического интервью? Блин, ну, тут зависит от того, как пойдет разговор, как наладится взаимоотношение между тем, кого собеседует, между тем, кто собеседует. На моей практике было по-разному. Было собеседование, где фактически из технических таких вопросов, ну, а-ля технических, спрашивали, какой стиль программирования я использовал в прошлом проекте. Ну, фактически, стиль написания кода. И в итоге мы полчаса разговаривали про этот проект. Я рассказывал, как он классный, как все было сделано. И в конечном итоге сказали, что недостаточно компетентен. Какие есть шесть этапов разработки продукта? И какая разница между Agile и комбаном? Ну, шесть этапов разработки продукта. Попробую их сейчас все вспомнить. Ну, естественно, начинается все с идеи. Потом формирование требований. Вроде следующим шагом обычно идет. Далее дизайн. Ну, туда же входит какой-то бизнес-анализ. Потому что в зависимости от приложения. Дальше идет, по-моему, постановка задач, разработка, тестирование и развертывание. Вроде бы шесть. Ну, еще туда можно отнести поддержку. Потому что после всего этого дела надо, чтобы... Все работало потом стабильно. Да. Ну, вот. А что касается вот этих двух страшных слов, которые я... Ну, ты же по ним работаешь в любом случае. Скажем так, по ним работают проект-менеджеры. Потому что мне... У меня есть задачи, я ее выполняю. Да. Таким образом, как мне это удобно. Это именно ведение проекта. То есть, насколько можно там быть гибким в построении задач. Какие этапы именно там разработки проходят. Например, Agile, насколько я помню, подразумевает некую гибкость в процессе разработки. То есть, если даже есть какой-то ТЗ, мы можем от него там легко отойти в угоду заказчику. Также старается свести к минимуму некую бюрократию. То есть, более простое взаимодействие между членами команд. Kanban подразумевает то, что у нас есть некая, скажем так, схема, по которой мы можем определить, насколько, какой у нас есть прогресс в разработке. То есть, возможно, он менее гибкий, да, но в некоторых случаях есть еще там скрам, насколько я знаю, подход. Но, скажем так, я знаю, мои знания в этом плане некие поверхностные. Потому что, ну, я обычно слышу эти слова где-то там в соседнем кабинете. И отлично. Вот. Пускай Project Manager занимается этими вопросами. Так. Что такое авторизация? Это, скажем так, проверка, имеешь ли ты право что-то делать. Есть, ну, вообще есть два, скажем так, когда мы заходим на какой-то ресурс, есть два пункта, которые, скажем так, нужно проверить. А можешь ли ты вообще зайти на этот ресурс? И что ты здесь можешь сделать? Поэтому есть аутентификация и авторизация. Аутентификация, если я ничего не путаю, фактически это логин, пароль твой, ну, либо какие-то другие способы. Ну, и там уже имеешь ли ты право доступа к тому или иному ресурсу. То есть аутентификация это логин, пароль. Авторизация это что ты можешь делать. Что такое cookie? Если так, посмотрите, это некая информация о состоянии сайта, о состоянии страницы. То есть она обычно хранится в браузере, то есть на стороне клиента. И, грубо говоря, каждый раз эти cookie вместе с запросами отправляются на сервер. Скажем так, сервер на основании этих cookie может делать какие-то дополнительные действия, и они обратно все, собственно, прилетают. То есть раньше, когда там на заре веб-разработки, там хранили все, что только можно, но фактически это небезопасно. Поэтому в куках обычно хранятся что-то вроде там айдишника, который, ну, значит, имеет значение только для исполняющей программы. Ты мне уже рассказал, в чем разница между аутентификацией и авторизацией. В чем разница между хешированием и шифрованием? Хеширование это математическая функция односторонняя. То есть мы можем в хеш-функцию подать данные и получить какой-то результат, но подав хеш в какую-то функцию, данные мы не получим. То есть суть хеша в том, чтобы не было обратимости. Ну, а шифрование это двухсторонняя операция. То есть мы какие-то данные преобразуем в какой-то там, ну, не знаю, зашифрованную информацию фактически. И, но эти данные поместив функцию дешифрования, мы получаем нашу исходную информацию. То есть хеширование этого не позволяет. Это односторонняя функция. А знаешь ли ты, что такое рекурсия? У меня сейчас сразу вспомнился один момент. Был недавно у нас прикол в рабочем чате. Есть редактор VS Code, в котором есть плагин Vim, да, и подпись. Мы встроили вам текстовый редактор в текстовый редактор, чтобы вы могли кодить, когда кодите. Ну, грубо говоря, это рекурсия, это, если брать программирование, то это вызов самой функции из этой же самой функции, грубо говоря. Вот, обычно используется, скажем так, в каких-то образовательных целях. Но, скажем так, на проде рекурсия... Не используется. Ну, может кто-то использует, но это не есть good именно. Потому что не всегда понятно, в какой момент эта рекурсия должна остановиться, закончиться. То есть, там есть свои нюансы в плане работы именно рекурсивных вызовов. Что такое чистая функция? Чистая функция, это функция, которая выполняет только свою задачу и вроде больше ничего. Преимущества, недостаток, не знаю, сложно сказать, потому что ситуации бывают разные. Но, фактически, есть такие принципы в разработке. Допустим, один из них принцип единственной ответственности, да. То есть, скажем так, функция должна стремиться к тому, чтобы не заниматься чем-то посторонним, образно говоря. Поэтому есть еще там чистый код. Это когда мы всегда доверяем пользователю на все его данные, да. А стоит так делать или нет? Ну, обычно код состоит, да, наполовину из проверок. То ли имел пользователь, что имел в виду, да. И не хочет ли он нам все сломать. Поэтому, ну, чистый код, это, ну, не знаю, почти утопия, наверное, в этом плане. Непостижимая существенность. Да. Поэтому, ну, в плане функций здесь немножечко все-таки проще. Мы контролируем и входящие, и процесс исполнения. Поэтому чистая функция, это вроде бы так. Угу. Которая исполняет только то, что ей, то, для чего она писалась, да. Расскажи, что ты знаешь про базы данных. Собственно, это система хранения данных. Вот. Ну, можно даже с некоторой натяжкой, да. Некое дисковое пространство с папочкой и кучей файлов. Можно организовать, да, как базу данных. Но вообще это, скажем так, своего рода система управления. То есть это некое приложение, если брать уже все-таки человеческие базы данных. Система управления данными, которая как-то данные структурирует, как-то данные хранит. И организует доступ к этим данным. То есть, скажем так, база данных, ну, система управления базами данных позволяет, там, получать большие объемы данных. Из еще больших объемов данных, да, в нормальный, адекватный временной, там, интервал. Какие базы данных ты бы мог перечислить? Классические. Классические, ну, есть SQL и NoSQL. В принципе, все. Ну, есть еще там свои некоторые моменты, нюансы. Но основные, то есть SQL, NoSQL. Фактически SQL, то есть... Ну, SQL, это на самом деле даже не база данных, это язык запросов. Select, Query, Language. Вот. Ну, это называется реляционная, да. То есть реляционная база данных, в которых есть некая строгая структура. У нас есть база, у нас есть таблица, у нас есть, допустим, запись, у нас есть тип данных и так далее. То есть там есть строгость, там можем установить некие связи, некие зависимости, вот. NoSQL, ну, тут по-разному некоторые интерпретируют это как не только SQL, да. Ну, там немножко хранение данных, там не устанавливаются связи как таковые, там, ну, скажем так, строгости, там же зависит опять же от реализации. Если мы возьмем Mongo, мы никакой строгости в представлении данных мы не имеем. Например, у AWS есть DynamoDB, то есть это NoSQL-овская база данных, но там есть, мы описываем некую все-таки структуру, мы должны описать. Вот. Но в целом не устанавливаются связи, есть там и повторение данных, с нормализацией тоже беда. Но обычно такие базы данных используются, когда нам это все не нужно, и нам и обычно они, скажем так, отдают данные очень-очень быстро. Бывают случаи, когда, ну, вот без NoSQL, ну, прям никак. И часто бывают такие случаи? Ну, на моей практике вот прям два раза вот без них вообще не обошлось. Один раз был проект, юридическая контора российская, они там распределены по всей России. И они вели данные, все свои, как это, дела в Google таблицах, и нужна им была некая система управления их делами. И их ТЗ было построено так, что оно вроде бы подразумевало все-таки некую строгость, но при этом они там хотели на лету менять структуру, менять там колонки в полях, добавлять, удалять, но при этом, чтобы еще и данные не терялись. И поэтому мы как вариант взяли NoSQL, мы взяли Mongo, но на дне была такая надстройка, которая, скажем так, притворялась все-таки некой строгой системой, да. Но при этом все их хотелки реализовали. Вот. Ну и у меня сейчас текущий проект, сбор данных из очень многих источников, они все данные разные, каждый источник по-своему понимает, как эти данные должны храниться. И не удалось именно свести эти данные, чтобы можно было их в какие-то таблицы в каком-то строгом виде хранить. То есть использовали, опять же, NoSQL. Ну, там еще более замороченные, но в общем случае это NoSQL. Но тем не менее. Да. Что такое циклы? Скажем так, некая сущность, которая позволяет выполнять один и тот же код несколько раз. То есть если не использовать код, нам нужно одну и ту же команду писать много раз подряд. Цикл позволяет нам написать команду один раз и указать, сколько раз она должна выполниться, грубо говоря. А какие виды циклов ты знаешь? Ну, опять же, если брать, например, Python, есть цикл по условию, грубо говоря, который действует пока какое-то условие верно. Ну и есть цикл, который позволяет нам перебирать всякие последовательности. Цикл while, цикл for. Грубо говоря, у нас есть точно определенная последовательность. Цикл for идеально подходит. Когда мы не знаем, когда у нас цикл должен завершиться, вызываем цикл while. Что такое асинхронность? И чем она отличается от многопоточности? Асинхронность это, скажем так, возможность, ну как бы сказать, распараллелить, не знаю. Ну да, возьмем все-таки слово распараллелить. Выполнение задач используя только один поток. Ну, грубо говоря, то есть у нас есть один рабочий поток, в котором мы все запускаем. То есть тут есть два, скажем так, способа асинхронно организовать работу. Событийность. То есть у нас есть некий цикл, который отслеживает события. И по наступлению какого-то события мы вызываем какой-то код. Вот, и есть модная штука в последнее время, сопрограммы, там, курутины. То есть здесь уже принцип немножко отличается. То есть мы, ну, грубо говоря, мы можем выполнить одну функцию в несколько приемов. То есть когда у нас запускается на выполнение какой-то код, и у нас происходит, ну, так называемая блокировка, ну, не знаю, мы там ждем картинку из интернета, мы в это время можем оставить функцию ожидать и сами заняться чем-то другим полезным. Вот. Я в книжке какой-то помню сравнение, да, синхронности и многопоточности, когда у нас есть один секретарь, который у нас может и текст набирать, и отвечать на звонки, делать там кофе шефу и так далее. И многопоточность это у нас, когда для каждой задачи свой отдельный секретарь фактически. Вот. Ну, я в последнее время в основном асинхронный код пишу, так как, скажем так, его можно написать быстрее и безопаснее, чем, например, многопоточный. Потому что нужно меньше времени уделять на то, чтобы там заботиться о безопасности, доступа к данным, о там взаимных блокировках. Когда мы пишем многопоточный код, нам нужно все-таки как-то их синхронизировать. То есть бывают ситуации, когда, ну, вот прям мы не можем все отпустить на дело случая, мы должны точно знать, в какой момент что выполнится. Когда пишешь асинхронный код, гораздо проще знать и, ну, то есть ты всегда знаешь, что в какой момент выполнится, и, соответственно, код получается, ну, не знаю, безопаснее, что ли, с меньшим количеством непредвиденных ошибок. Ну, хотя тут зависит от ровности рук. Да, да. Но, тем не менее, как ты правильно сказал, то есть тебе удобно именно использовать этот подход асинхронный, поэтому ты его сейчас используешь. Да, но тут еще есть тот факт, что я в основном пишу на Пайтоне, а там с многопоточностью, ну, не то чтобы беда, а там мы не можем, грубо говоря, использовать явную многопоточность, поэтому асинхронность очень хороший в этом случае подход. То есть я уже не особо заморачиваюсь, в какой момент, какой поток у меня будет работать. Есть ситуации, когда мы не можем использовать асинхронность в каких-то вещах, поэтому многопоточность, даже немногопоточность мы, опять же, не можем параллельно, если взять банковскую, опять же, систему, да, даже параллельность в этом случае не всегда подходит, потому что асинхронно мы можем там у кого-то отбирать деньги, пока эти деньги приходят, мы к кому-то другому отправляем, да, ну, когда многопоточность, опять же, мы должны все выполнить, все действия, гарантированно, что в этот момент другие нам не будут мешать, вот. Хотя даже все-таки я думаю, что асинхронно такие вещи было бы проще реализовать, потому что в многопоточности нам нужно заботиться об блокировках, то есть нам нужно блокировать поток, остальные ставить в ожидании, и у нас, грубо говоря, транзакция, там, несколько действий должны выполниться, ну, есть такой термин, атомарно, да, то есть они от и до гарантированно либо все выполнилось, либо ничего. Поэтому, ну, на самом деле тут можно на эту тему дискутировать, да, довольно долго. Я думаю, что это один из холиварных вопросов вообще, который встречается на собеседовании. Как использовать паттерны программирования? Паттерны программирования, скажем так, они позволяют упростить разработку, там, не знаю, каких-то вещей. То есть фактически это некий шаблон кода, который помогает реализовать какое-то решение, да, то есть это примеры готовых реализаций, как это должно быть правильно, ну, с точки зрения разработки. То есть паттернов, ну, опять же, зависимость их там есть несколько групп, несколько подгрупп, у каждого свое видение паттернов, но фактически я там в своей практике не скажу, что я прям все использую, я, может, даже все и не помню все эти паттерны, но все-таки стараюсь их придерживаться, потому что это упрощает жизнь. Какие ты используешь? Время от времени всеми нелюбимый паттерн одиночка использую. Есть такой паттерн наблюдатель, фасад, декоратор, адаптер. Ну, это, в принципе, основное то, что используешь. Ну, понятно, что больше. Ну, понятно, потому что есть там всякие, не знаю, мост, еще что-то. Паттернов довольно много, но, опять же, использование того или иного паттерна в своем, там, проекте, в своем коде, то есть должно быть обусловлено конкретной задачей. Потому что я как-то видел код, ну, там прям столько паттернов притянуто, которые там, ну, явно не нужны. Вот, ну, паттерн позволяет более просто решить некоторую задачу. Какие типа данных ты знаешь? Ну, если взять, не знаю, что-то, не знаю, может низкоуровневое относительно. Да, у нас есть число. У нас есть целое число, у нас есть дробное число, у нас есть символ, у нас есть, ну, некий там массив, у нас есть структура. Ну, потому что, грубо говоря, даже структуру, если взять, ну, вот, например, в концепции C, это набор вложенных типов данных. Вот. Ну, фактически, а, еще, как же я его забыл, null, он же none, в разных языках по-разному. Но, фактически, даже тот же null, это, грубо говоря, ноль, который не имеет конкретного типа. Ну, не знаю, как сейчас это там реализовано. Раньше, помню, в C было именно в таком ключе. Есть еще булевские типы данных, но, опять же, это своего рода надстройка над нулем и единицей, может быть. Поэтому, ну, основные, в любом случае, мы работаем с цифрами. Логически, ноль, единица, имея, ну, то есть, у нас есть некая память, грубо говоря, которая заполнена нулями, единицами, и мы сами решаем, как мы эти данные будем интерпретировать. А примитивные типы какие-то можешь перечислять? Ну, вот они, грубо говоря, примитивные типы. Это целое число, дробное число, символ. Ну, и ничего. Ну, еще булевские типы данных, но, опять же, как я сказал, это надстройка над числами. Как ты понимаешь Solid? Ну, фактически, это аббревиатура над, по-моему, пятью подходами к разработке, которые объединены в Solid. Самое странное, что разные разработчики по-разному это все интерпретируют. Вот, но могу ошибаться. Может быть, если что, там где-то подправимся. Ну, то есть, есть принцип единственной ответственности. Класс доступен для расширения, но закрыт для, там, изменения его реализации. Дочерние классы должны, то есть, полностью заменять родительские классы по самому функционалу. Как это там, интерфейсов много не бывает, или как там оно правильно звучит. И вот забыл еще что-то там было. Не повторяйся? Don't repeat yourself или это вообще по-другому? Ну, не повторяйся. Это по-другому. Это все-таки немножко про другое, но, опять же, это один из принципов. Ну, для этого и придумали такие штуки, как функции, да, там, классы вынесения кода какие-то в отдельные вещи. Давай так. Как ты считаешь, подобного рода вопросы могут встречаться вообще у новичков и даже, скажем так, у опытных разработчиков на собеседовании? Ну, скажем так, большая часть этих вопросов все-таки встречается у всех. Ну, у всех, да? Не обязательно, что на каждом собеседовании, вот. Но все-таки встречается. Ну, у новичков все-таки больше спрашивают там про какие-то алгоритмы, типы данных, как работает, например, вот, пример этот, что будет в итоге, там, примеры кода, как, что, чего отработает. Вот, допустим, когда уже разработчик посерьезнее, там могут быть всякие архитектурные вопросы, как реализовать, допустим, такую задачу, как там разбить на микросервисы, как установить там взаимодействие между ними. Ну, собственно, по-разному. Меня один знакомый сказал, что я учу SQL только перед собеседованием, вспоминаю, вот, по-разному. Ну, опять же, даже вот у меня всякие случаи бывали. Про твои случаи. Помнишь ли ты вообще вот вопросы, которые тебе задавали на собеседовании, когда ты еще был в начале пути? Да, в принципе, большую часть, наверное, помню. Я сам периодически, когда провожу собеседование, многие вопросы там использую. Да, опять же, так как я уже говорил Python, основной мой язык, вопросы по нему, да, что такое замыкание, что такое декоратор, что такое гил. Мне один раз спросили, что такое джил, и я прям подвис. Для тебя он гил. А что, оказывается, это был гил. То есть три твоих вопросов – это декоратор замыкания гил. Ну, их было, на самом деле, больше. Потому что и примеры кода давали, и там вопросы по типу, например, если нам нужно сэкономить место в памяти, у нас ограничения какие-то, какой лучший тип данных, в каком случае использовать, как происходит передача там одних типов данных, функций, что происходит внутри, как к другим и так далее. То есть как организовано хранение там данных, допустим, в словаре. Сложность алгоритма поиска там в отсортированном списке, там он же бинарное дерево, ну и так далее. Такие вот про сложность любят задавать вопросы. Я думаю, что было бы интересно, конечно, снять какое-то продолжение по вопросам питона. Мы посмотрим, как залетит этот ролик. Но в любом случае, тебе большое спасибо. Ты можешь уже расслабиться, все хорошо. Потому что я так понимаю, что вообще, в принципе, даже когда ты с чем-то работаешь, все равно неприятно отвечать на подобного рода вопросы, потому что это как такое копание-копание в основе основ. Или нет? Или типа это нормально? Да бывает по-разному. Потому что у меня, вот, скажем так, не очень давно бы, я стараюсь время от времени проходить собеседование на разные позиции, даже несмотря на то, что я там, допустим, работу не ищу. То есть для того, чтобы была некая оценка моих знаний на текущий момент. И вот, как я говорил, я последних, да, там, наверное, полтора, то и два года работаю в основном с асинхронным кодом, асинхронный проект и так далее. И в одном из собеседований я прям понял, что я ни черта не знаю. Я полез опять читать, что как работает. То есть разные ситуации бывают. Понял, понял. Слушай, Дим, ну в любом случае, спасибо. Ребят, надеюсь, вам было интересно. Обязательно не забывайте оставлять в комментариях вопросы, которые вам попадались на собеседовании. Лайки, комментарии, прочее, также приветствуются. Ну, и мы еще увидимся. Пока.